только закончил стойку для дрели 6 часов вечера только что приварил вот эти четыре крепления сейчас буду видосик запиливать швеллер 24 длина 50 стойка чистый кругляк это даже не труба кругляк надо его взвесить весы лежат взвешу чисто узнать вес стойки чистый кругляк размер тот что нужен под эту дрель вообще тютя в тютю порылся вся в металломе нашел от верха но здесь его от торцевал до низа сто шесть с половиной ну там еще соответственно варена но тем не менее не стал его обрезать как есть вот думал метр сделать ну сто шесть пускай будет сто шесть вот такие дела сейчас видосик запилю здесь уже все как бы так как надо блин капец как удобно стало как удобно мужики обрезать меньше не буду из большего на этой дрели меньшей можно сделать под самый-самый а вот из меньшего больший сделать сложнее пускай лучше будет так это стационар это стационар это стоечка от которая была с ним пускай будет мобильная это стационар это на листе железа один сантиметр приварил вот эти штуки чтобы она ровненько было сейчас видосик буду запиливать все по центру 30 сейчас расскажу короче видосик так ну и соответственно вес голой стойки цепи с карабинами я тарил составляет 27 килограмм то есть без дрели и без тисов вот так вот получилось все это дело здесь проварено три раза как то так прилично прилично друзья всем привет с вами санек и в сегодняшнем видосе как вы уже вначале поняли да я себе сделал стационарную стойку для этой дрели вот поэтому сейчас пробежимся по размерам покупной стоечки и пробежимся по размерам моей стационарной в общем смотрите зажал значит в патрон десятое сверло оно заводское прям до упора в патрон и здесь на стойке вот если будет видно труба поднята в самый-самый вот вровень будем так говорить вот вот этого зажима есть еще вот этот ну тем не менее это максимум который можно поднять вот эту всю голову и что мы имеем все приблизительно берем вот так ставим до патрона до патрона поярче где-то ну примерно тридцать один долг будем так говорить до сверла десятки 21 вот это вот расстояние думаю понятно выражаюсь поставить тисы если поставить тисы минус два сантиметра но помните как я их делал до видосики есть где-то вот здесь в углу подсказочку оставлю ну может кто не видел мужики ну вот как-то так то есть минус два сантиметра отдавать оттянем и покажу наглядно упираем смотрим где-то ну 19 с половиной примерно вот до патрона до губ на данный момент конечно линейка уже под затертая 29 это максимум что можно сюда вот под сверло засунуть ну понятно они разные бывают сверла поэтому меня такой вариант ну никак не устроил поэтому сделал я себе стойку изначально хотел заказать токарю все эти вещи и моменты но порылся у себя в металлоломе и нашел вот такой вот кругляк как уже было сказано изначально он и вообще идентичный размеру стойки единственно пришлось зачистить от ржавчины насколько это возможно да вот хотя это и не блестит но тем не менее все гладенько и замечательно размер возможно повторяюсь вот от площадки до самого края метр и 6 сантиметров шевеллер еще раз возможно повторюсь 24 длина 50 сантиметров ну сделал специально так не дальше крепежной пластиной возможно чтобы куда-то закрепить ну поставил под и низ швиллера потому что может быть какие-то неровности а здесь будет уже конкретно четыре точки вот как как опора плюс дают дистанцию чтобы спокойно рукой можно было залезть придержать болты я не знаю там даже даже вот вообще можно насквозь пролезть место как бы хватает здесь 10 сантиметров выше на это швиллер тоже у меня был просто отрезал кусок нужного размера и все по центру тридцатка дальше от ребер под 45 разметил перемычка вот это и по кругу до перемычка два сантиметра дальше идет 9 сантиметров про все произвольно именно именно так это делось под тисы вот вот эти мощные тисы которые сделал вот здесь они прямые и немножко неудобно крепить будем так говорить совсем неудобно а расположение крестом вот так вот по диагонали добавляет я не знаю сколько положений тисов нежели прямой вариант давайте сейчас я голову эту сниму и поставим стационар и посмотрим размер а Так, ну поставим. Поставил голову на место, как говорится, на стойку. Кто-то скажет, ой, до потолка ручку не достанешь. Ребятки, я это поставил на верстак, но можно использовать на полу. Это будет все на уровне пояса. При желании можно сделать подвижный столик сюда и сверлить вообще на полу, не заморачиваясь. И исключить опилки с верстака вообще, эту стружку. Это чисто только видос для того, чтобы замерить, замерить сейчас расстояние до сверла по максимуму и до патрона. Все. Поэтому знаю вас, специалистов. При желании могу сделать вообще подвижный столик сюда на стойку. и поставить все это дело на пол и сверлить так, как мне нравится. Ладно, р-ля-ля, меряем. Сколько же теперь расстояние до 10-го сверла? У нас было сколько там, я не помню, 21, да? Или что-то такое. Или около того. Сейчас 72 с половиной. 72, мужики, с половиной. До губ примерно 82. Это по максимуму поднято. Также, ну, хоть опускай обратно, я не знаю. Вот. Я думаю, там будет видно. Вот такие вот дела. Из большего, меньше, можно сделать. А вот из меньшего, больше, сделать намного сложнее. Сейчас опущу это все дело на пол. Потому что некоторые, я вижу, уже перепугались. Вот так вот выглядит стоечка, стоя на полу. Сейчас поставлю камеру на штатив. И посмотрите со стороны, на вышине человеческого роста. При желании, я еще раз повторюсь, можно сделать столик, который будет регулироваться. Но сюда уже заготовку можно засунуть серьезную. То есть, вот она, человеческий рост. Подвижный столик. И можно работать, мужики. И не заморачиваться. Все опилки будут падать на пол. На верстаке они, если честно, меня уже немножечко подзадолбали. Вот, как-то так. Так, по тесам. Тесочки. Тесочки сюда становятся вообще исключительно замечательно. Крепим как угодно. Хоть так. Хоть так. Двигаем, да? Куда надо. Хоть даже вот так. То есть, любое положение тесов, вот в этом диагональном кресте, фиксируется вообще четко. По сравнению с прямыми. Вот. Что еще сказать? Шведер, значит, ребра, сантиметр толщина. Вот эта часть 6 миллиметров. Как, значит, крепил кругляк? Я думаю, тоже интересно. Поэтому сейчас бошку скидываю. Блин, руки как перчатки. Грязные. Сейчас бошку скидываю и переверну, покажу. Так, ну, положил всю станину вот так вот, чтобы было удобно, да? Не на полу это все дело снимать. Вот они, типа, такие, если видно, да? Приварены снизу швеллера. Значит, за флянец вот этот, вот этот, взята ступица задняя, хендай акцент. Кругляк имел проточку, видать, его точили. Тут буквально сантиметра три, и дальше идет сплошняк. Как раз таки, это мне сыграло очень нужную функцию, чтобы проварить его. Вот. Ступица, ну, я понял, поняли, поняли, да? Кто имеет дело с машинами, те знают, что ступица это не разборная. Она меняется вот полностью. То есть, как запчасть. Подшипники достаются. Вот. Флянец здесь здоровый. 14 сантиметров в диаметре. Выбил направляющие. Вот эти вот, не направляющие, а крепежные вот эти болты. И закрутил на обычные. Не стал. Ну, как на обычные. 10-9. Как он правильно называется-то? Жесткость, не жесткость. Ну, класс. Я не специалист в этом. Чтобы не обрезать. Вот. Отцентровал ее, мужики, при помощи труб. Подобрал нужного диаметра трубы, чтобы отцентровать. Вот здесь. Вот она свободная. Но я ее разрезал на трубу, ее одевал. Она раздавалась. В общем, плотненько, кое-как ее туда засандолил. И труба еще была, мужики. Вот такого калибра. Вот. Чуть потолще. Это на обратную сторону. Когда шарики достал. Там есть такая штука. Эта труба тоже туда. Накование кувалда. Забил, набил. Снизу все это дело прихватил к рульяку. Вот. Вместе с трубой. Прямо, прям жирненько так. А здесь чисто так разочек прошелся. Чтобы вроде как. Культур-мультур. Здесь 45. Она даже прогреться толком не успела. Чтобы ее там куда-то крутануло или повело. Сейчас даже угольник поставлю. Посмотрим. Все. И все. Хотел заказать токарю. Позвонить там товарищу. Мне обещал. Если нужен будет токарь. Обращайся. Сделаем. Даже бесплатно. Грубо говоря. Зачем нам токарь. Когда мы сами себе можем придумать. Придумать то, что нам. И вот эту штуку хотел проточить. Из другого кругляка. Более толстого. Ну. Попался этот. В общем. Никаких токарных работ. Полностью. Как говорится. Ручная. Ручная версия. Сейчас угольник поставлю. Конечно. Он плотно не приляжет. Из-за вот этого бортика. Но. Я вижу и сразу. Что все идеально. Как-то так. Да и соревноваться. И спорить я ни с кем не собираюсь. Делаю для себя. Так как мне нравится. Так. Ну поставил. Такой. Более-менее длинный угольник. Да вот. Если. Я не знаю. Визуально мужики. Ну. Один размер. Вот. Как ни крути. Как ни показывай. Вот. С любой стороны. Вот. Я не знаю. Ехана бабай. Как тебя поставить так. Чтоб. О. Ну. Один размерчик. Да он и будет один. Потому что. Центровалось. Все это. Через втулки. Они. Толщиной. Вот такой. Получились. Ну. Я имею ввиду. Шириной. Не толщиной. Шириной. Через одно. Через другое. Плюс. Это по плоскости. 14 сантиметров. Офигенно. Офигенно. Обрезать. Повторяюсь. Не буду. В жизни. Всякое. Может. Случиться. И пригодиться. Меньший размер. У меня уже есть. Вот такие вот. Мужки. Дела. Вот. Также на этой стойке можно спокойно работать. Опустить голову на нужную вышину. И пускай она там торчит. Хоть до потолка. Работай себе. В удовольствии. Никаких проблем. Почему 50? Ну, кисы я сделал большие. Как бы. И для того, чтобы они хотя бы не свисали. Даже при том, что надо каким-то тоненьким сверлышком точить тисы, чтобы ручка, то есть свободненько, все это дело крутилось. Как угодно. Как угодно. Левее, правее. Вот такие вот дела. Меньше можно. А вот из меньшего больше уже сложнее. На этом, пожалуй, наверное, все, мужики. Это все на сегодняшний день доработки. Провозился я целый день. Придумать, как выставить стойку. Оказывается, все очень просто. Все очень просто. Вот такие вот дела. Ладно. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Любителей советских станков. Знаете. Швеллер советский. Кругляк советский. Поэтому станок уже наполовину советский. Всем пока. Скоро увидимся. Все. Определил ему место. Будет стоять вот здесь на полу. Если надо. Пришел. Сел на стулочку. Насверлился. Сколько влезет. Стружка вся будет падать на пол. Она на верстаке. Но вообще нежелательно. Она уже и в ящиках, наверное, здесь. Ну, конечно. Полные ящики стружки. Поэтому верстак пускай будет без стружки. Хотя он и завален, да. Ну, потому что. Потому что работал. Но, тем не менее, пускай стоит там. А подвижный столик я сделаю. Не проблема. Редактор субтитров А.Семкин